МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Житель Читы в центре города самовольно построил хибары и теперь их сдают лицам без определенного места жительства. Подробнее об этом расскажем сегодня. Международная программа «Середина Земли». 170 ведущих ученых из 12 стран мира. В Улан-Удэ проходит 18-й арктический форум. Что он к себе несет, вы узнаете в программе «Середина Земли». В Монголии прошел семинар на тему поддержки зеленого развития и внедрения программы «Партнерство за зеленую экономику». Подробности далее. В эфире международный информационный выпуск «Середина Земли». По традиции он начинается с новостей Забайкальского края. Прямо сейчас о них вам расскажут корреспонденты из Читы. Я, Яна Ершова. Здравствуйте. На нашем телеканале продолжается серия сюжетов «Черно-белое Забайкалье». Читинцы, узнавшие своих знакомых и родных людей в сюжете восточно-сибирской студии кинохроники, нередко обращаются в нашу телекомпанию. Так мы познакомились с Людмилой Кравцовой. В 1952 году она училась в восьмом классе школы номер один. Прошло 63 года с момента съемок этого сюжета операторами восточно-сибирской студии кинохроники. На черно-белом видео Людмила Кравцова узнала стены родной школы номер один. Во взрослых – учителей, а в юных комсомолках – подруг детства, одноклассниц – Розалию Перепелкину, Фиру Клёц и Галину Кравчук. Вот, Перепелкину, Кравчук – это вот мои девчонки все. Конечно, мы дружили, вместе в лес ходили зимой. Помню, как катались на лыжах. Ну, вообще-то, много воспоминаний. Вечера интересные у нас были. Вот там промелькнул Леонид Юрьевич Коренек. Он нам такие вечера Пушкини устраивал. Вообще, мы его любили, как литератор. Он нам стихи читал. Наизусть, когда помню, на уроке литературы полностью он цири прочитал. Мы ему даже аплодировали. Такие у нас были учителя хорошие. Многие его ученицы, в том числе и подруги, которых запечатлела кинопленка, стали учителями. И сама Людмила Семеновна посвятила жизнь образованию. Почти полвека она учила ребят английскому языку. Сколохнулось все так внутри, когда я их увидела. Все такие молоденькие девчоночки совсем. Теперь уже все бабушки и прабабушки. Одноклассницы уже давно не встречались. Кто-то живет в Израиле, кто-то в Алмате, а кто-то переехал в Новороссийск. В старых альбомах Людмилы Семеновны сохранилась всего лишь пара фотографий из школьной жизни. А теперь к ним добавился и сюжет времен черно-белого Забайкалья. Марина Герасимова, Сергей Рычков. Середина земли. Забайкальский край. Место жительства за 100 рублей в месяц в центре города. Житель Читы вот уже 6 лет сдает самовольно возведенные постройки по улице Нерчинской. Его арендаторы, местные попрошайки и бывшие заключенные. Как с непрошенными соседями уживаются четинцы, расскажет Анастасия Новгородова. Всюду замки и двери обмотаны цепями. Видно, хозяева этих сараев заботятся за сохранность своего имущества. За 6 лет здесь построили хибар 5, а поиски строительных материалов особо не заботились. Доски, листы металла, старые двери и стены есть. На скоросложенная печь и место жительства готово. Жильцов сарая нет. Они, говорят, соседи пошли к собору попрошайничать. В одну из построек нам удалось попасть. Как видно, в этом сарае полное антисанитария. Здесь очень грязно. Печку топят по-черному. Под ногами валяются бутылки, в том числе от боярышника. По просьбе четинцев, на чьей придомовой территории возникли сараи, приехал и Владимир Забелин. Руководителю администрации города рассказали, здесь страшно жить. Дети на улицу не ходят. Ночами слышны громкие крики, под ногами лежат пьяные. Люди уверены, здесь торгуют и спиртом, и наркотиками. Мало того, воруют. К примеру, недавно сняли колеса с машины. Постоянно тут пьянки, убийство неоднократно было, поножовщина была, трупов неоднократно выносили отсюда. Они могут раздельтые ходить, они могут валяться. Они нам даже говорят конкретно, вы не выходите, сидите дома. Гороадминистрации сделали предварительные оценки. Четинец не имел права распоряжаться общей придомовой территорией. У нас единственное решение, то есть это решение правильно, мы действуем только в правовом поле. Мы предложили жильцам сейчас написать заявление, оказываем так же юридическую помощь, чтобы написали заявление в суд для того, чтобы обязать вот этого жителя снести все эти самовольно возведенные постройки. Кстати, виновник этой ситуации Игорь Трубицын даже не удосужился выйти к представителям местной власти. Только иногда поглядывал на возмущенных с балкона. Именно он построил эти сарай и живет себе преспокойно. В его бизнесе, по словам соседей, ему помогает сын Сергей. До семьи достучаться нам удалось не сразу. Игорь Сергеевич, вы можете к нам выйти поговорить? Спустя пять минут нам все же открыли двери. Мой отец строил эти дома. И вот так получилось, что я сегодня здесь нахожусь две недели. Не более того. Врешь вот, Трубицын, ты врешь. Че? Избавиться от назойливых соседей все-таки можно. По совету Владимира Забилина, завтра Наталья Иванова пойдет подавать заявление в суд. Анастасия Новгородова, Сергей Рычков. Середина земли. Забайкальский край. В Бурятии участились случаи мошенничества с использованием мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Например, потерпевшим поступают смс-сообщения о приостановлении функционирования их банковской карты или о блокировке счета. Одновременно указывается номер телефона, по которому следует позвонить для получения информации. Это только один вид мошенничества. Что предпринимают правоохранители Бурятии, подробности узнаем у моего коллеги из Бурятии Булата Цеданишеева. Здравствуйте, коллега. В производстве следственного управления МВД по республике Бурятия находится уголовное дело, возбужденное по признакам мошенничества в особо крупном размере. В настоящее время проводятся следственно-оперативные разыскные мероприятия, направленные на установление виновных лиц. И есть вероятность того, что их найдут, что в таких делах крайняя редкость. Но всего же в текущем году следователями МВД по республике возбуждено 47 уголовных дел по фактам мошенничеств с использованием мобильных телефонов. Ну а теперь к другим событиям. Улан-Удэ – столица арктических наук. Город принимает участников Международного форума. Его участники – ученые с разных уголков планеты – от Исландии до Австралии. Какие первоначальные выводы сделали ученые о климате Бурятии, знает Ольга Вайлошникова. Арктика – это так называемая мировая кухня погоды. И как ее осваивать и охранять обсуждали на самом высоком уровне. Темы развития высоких технологий, например, IP, медицина и природопользования северных территорий. А место для проведения такого формата для обсуждений выбрано не случайно. Здесь проживают на севере представители малочистого народа, венки. И на юге Бурятии – это, соответственно, Сойоты. То есть республика Бурятия – это своего рода тоже некий прообраз тех целей и задач, которые ставит перед собой арктический университет. Около двухсот представителей арктических государств России, США, Канады, Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии и Дании. Все вместе они собрались на 51-й широте, по которой и проходит полярный круг, чтобы обсудить и будущее малочисленных народов севера. Традиции и культуру бурятских народов удалось увидеть и буквально ощутить на себе большинство участников впервые. Пол Блэк, ученый из Америки, был поражен, как на одной земле мирно живут два народа и при этом сохраняют такие неординарные обычаи. Это очень важно – вот так показывать свою культуру и гордиться, ведь только осознание самого народа, значимости своих обычаев поможет сохранить их. Университет Арктики – это международная сеть вузов вблизи полярного круга. Бурятский государственный университет входит в Университет Арктики вот уже 10 лет и является одним из ведущих высших учебных заведений в стране. Форум проходит в России третий раз. До этого ученых принимали в Архангельской области и Якутии. Итогом работы становится Арктический саммит, который в будущем году пройдет в Америке. Благодаря таким форумам и наши, и ваши студенты могут ездить по международным программам, уже с раннего возраста зная о существовании других культур и народностей, тем самым помогая развивать и сохранять их. По общему мнению, добиться успеха в сохранении арктической природы можно, только если научиться говорить и слышать друг друга. Ведь и лозунг форума – «Арктика – территория диалога». И этот диалог только начинается. В Улан-Удэ состоялся парад, но речь идет не о военной технике. На реке Селинга МЧС Бурятии впервые устроила парад спасательных плавательных средств. Лучшие инспекторы по маломерным судам показали возможности спасательных судов и с ветерком прокатили всех желающих. В том числе и нашего корреспондента Анну Зуеву. Катера, гидроциклы и моторные лодки выстроились на свой первый парад на Селинге. Филигранно обойти буйки и продемонстрировать маневренность судов, доверенно лучшим инспекторам. Шоу устроили спасатели МЧС. В этом году они отмечают 25-летие со дня образования своей службы. Кроме того, именно 16 июня, 31 год назад, в нашей стране появилась государственная инспекция по маломерным судам. В Бурятии порядка 500 водных спасателей. В их арсенале около сотни плавсредств. В том году закупили судно на воздушной подушке. По федеральным поставкам получили два катера. Кроме того, я знаю, Республиканская поисково-спасательная служба приобрела одно судно. Я знаю, что Улан-Уденская поисково-спасательная служба приобрела два судна. Олег на водолаза учился в Иркутской области. Профессию свою считает престижной и важной. Один только минус – работы много, а все из-за людской безответственности. Выпить и пойти купаться – увы, для большинства дело житейское. За эту весну уже 10 утонувших. У девяти из них судмедэксперты обнаружили в крови алкоголь. Три человека минимум. Это минимальное количество при водолазных работах. Именно. То есть я могу быть судоводителем и также водолазом. То есть до места происшествия добираемся. Со мной вот еще два человека. Также спасатели и водолазы. Ну и уже непосредственно на месте начинаем работать. Олег управляет Амуром. Катер старенький, но надежный. Развивает скорость до 60 км в час. Отличается высокой грузоподъемностью и хорошо держит волну. Прокатиться с ветерком удалось первокласснику Вале. Эта поездка – мамин сюрприз. Я ни разу не ездил. Мне очень нравится. Что ты пожелаешь детишкам, которые вот сейчас вышли на летние каникулы и идут на речку? Что бы ты им хотел сказать? Ну, я бы хотел сказать, чтобы они были осторожны, чтобы они не утонули. Пожелание маленького пассажира весьма актуально. В прошлом году в Бурятии неосторожными оказались 100 человек и утонули. Спасатели напоминают, у Влан-Удэ только один пляж, где купаться безопасно. Это остров Комсомольский. Всего же в районах Бурятии организуют 30 пляжей. Еще 22 расположатся на побережье Байкала. В Монголе началось производство полезнейшего мыла, ручной работы из курдюкан. Еще издревле монголы знали полезные свойства курдючного жира и использовали его в разных областях. Подробнее об этом расскажет наш коллега из Монголии. Здравствуйте, коллега! Курдюк – жировое отложение округлой формы в районе хвоста у барана. Сало не застывает при комнатной температуре и используется в кулинарии для приготовления не только блюд, но и сладостей. И даже для приготовления монгольского чая. Совсем недавно в Монголии из курдючного жира начали производить мыло, а также лечебный крем. Особенности их в том, что все это сделано только вручную. Кстати, аромат получился очень приятный. Была создана специальная технология, позволяющая избавиться от запаха баранины. А теперь переходим к другим новостям Монголии. Они, жителям Иркутской области, готовы рассказать мои коллеги. Я – Мунакубаяр Эныхболт. Начиная с 2008 года, Монголия поэтапно переводит общеобразовательную базу с учетом дошкольного и начального образования на 12-летнюю систему. В этом году 600 лучших выпускников, первыми закончившие столичные общеобразовательные школы по новой системе, получили свои аттестаты, красные ленты и дипломы лучших учеников. Подробности далее. Бужин, для того, чтобы пройти по красному ковру госрезиденции, получить аттестат и красную ленту лучшего ученика, начала готовиться заранее. Как рассказала сама девушка, хоть она и заняла место с 10 утра, но волнения у нее не прошло до сих пор. Сегодня она – выпускница 12-го класса Бужин, а уже завтра она вступит во взрослую жизнь и станет носить уже звание студентки. Хотя родные, в частности ее отец, посоветовали стать полицейским или врачом, она сама уже выбрала свою будущую профессию. Я очень тщательно готовилась к вступительным экзаменам, которые начнутся уже послезавтра. Я хочу стать экономистом, мне очень нравится математика и общество ведения. Среди выпускников, которые пришли в школьной форме, особенно выделились шесть учеников религиозной средней школы, пришедшие в свои традиционные ярко-желтые одежды буддистских монахов. 17-летний Ган Бат интересуется историей религии, тибетским языком и санскритом. Этот год был для него успешным. Он получил первый разряд под баскетбол. После окончания школы я поеду в Индию и продолжу учебу в религиозной школе. У меня брат Лама, и я тоже хочу стать Ламой. Лучшие ученики 300 средних школ города Ламбатор получили в госрезиденции из рук столичного руководства диплом лучших учеников, аттестаты и красную ленту. Как отметили официальные лица, так как среднее образование в Монголии перешло на 12-летнюю систему среднего образования, согласно мировому образцу, то и требования, предъявляемые для поступления в ВУЗ, будут соответственно выше. Одним из изменений, которое вошло в регламент вступительных экзаменов, это обязательная сдача экзамена по монгольскому языку. Но более тысячи детей, которые не смогли его сдать, теперь придется ждать следующего года. Все остальные с 18 июня начнут сдавать уже вступительные экзамены в ВУЗ. Министерство природы, окружающей среды и туризма совместно с организацией по программам природы и окружающей среды ООН провели семинар на тему поддержки зеленого развития и внедрения программы «Партнерство за зеленую экономику» в Монголии. За последние 20 лет произошли интенсивные изменения мировой окружающей среды. Если посмотреть на географическое положение Монголии, хрупкую экосистему, жизненный уклад народа и экономическое положение, становится заметным ее неустойчивый природный баланс. В сегодняшней встрече принимали участие не только ученые, но и представители различных министерств и негосударственных организаций. Главные темы обсуждений были связаны с регулированием зеленой политики Монголии. Как подчеркнуло отраслевое министерство, для изменения имеющейся ситуации в лучшую сторону необходимо всего 1% дивидендов, поступающих от горнородной отрасли. Необходимо, чтобы наше правительство и наш великий государственный хурал выделили хотя бы 1% дивидендов. Этого хватило бы для благоприятного изменения зеленого развития в Монголии. Крайне важно найти решение данному вопросу, обсуждаемуюся на протяжении многих лет. Как говорят участники встречи, настало время, когда нужно не просто говорить, а принимать конкретные меры для решения проблемы. Если горнородные компании начнут сажать овощи и деревья, возрождая после себя природу, это означало бы, что они направили свои экономические средства на зеленое развитие. Участники сегодняшнего семинара едины во мнении, что нужны конкретные действия для того, чтобы реализуемые программы принесли результаты, чтобы добиться желаемого, необходимо слаженное сотрудничество государства, частного сектора и негосударственной организации в единой политике. Это были новости Монголии. Благодарим за внимание. Передаю слово нашим коллегам из Китая. Здравствуйте, коллеги. В студии Сергей Чудинов. В ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Шэньчжэнь впервые обогнал Сенган в списке самых конкурентоспособных городов Китая. Таковы данные новейшего рейтинга, составленного Китайской Академией общественных наук. О причинах успеха узнали наши корреспонденты. Шэньчжэнь часто называют китайской силиконовой долиной. И здесь находятся штаб-квартиры таких гигантов, как Huawei, ZTE и Tencent. А кроме того, сотни мелких компаний, ориентирующихся на инновации. Лю Цзэчжун основал свой бизнес в 2012 году. Его компания производит компьютерные комплектующие, используя только самые современные технологии. Лю Цзэчжун считает, что Шэньчжэнь – идеальное место для такого производства. Сначала мы фокусировались на дизайне и инновациях. И Шэньчжэнь для этого – идеальное место. Цепочка поставок для производителей железа здесь отлажена очень хорошо. Даже лучше, чем в силиконовой долине. А кроме того, жители Шэньчжэнь очень открытые и креативные. Так что здесь можно найти талантливых сотрудников в свою команду. В рейтинге самых конкурентоспособных городов Шэньчжэнь обогнал Сянган, Шанхай, Тайпэй и Гуанчжу. Шэньчжэньские чиновники уверены, что причина быстрого развития их города – упор на инновации. Тут около 30 тысяч инновационных компаний, которые занимают 2000 квадратных километров территории города. Они работают в сферах IT, энергетики, защиты окружающей среды и многих других. Эти компании вносят огромный вклад в экономику Шэньчжэня, обеспечивая почти треть ВВП города. Поэтому власти создали специальный фонд, чтобы поддерживать их развитие. Именно в Шэньчжэне основали первую в Китае особую экономическую зону. В результате город привлёк более 10 миллионов предприимчивых мигрантов из всех уголков страны. По мнению экспертов, чтобы мегаполис продолжал развиваться, местным властям нужно продолжать стимулировать инновации в сфере IT. Анна Сынекевич, CCTV. Уникальный экскурсионный трамвай начал курсировать по улицам Гуанчжоу. Состав призван прививать туристам культуру чтения и представляет собой мини-библиотеку. В мобильном читальном зале книги по четырём направлениям. Древняя китайская литература, культура, искусство и женские романы. Для тех, кто не хочет напрягать зрение, в пути подборка аудиороманов. Подробности в материале далее. В Гуанчжоу на трамвайной станции Хайчжу гости города ожидают экскурсионный трамвай. И вот долгожданный состав распахивает свои двери. Убранство салона поражает. Я удивилась, увидя здесь так много книг, можно провести время с пользой. Дизайн салона также очень необычный. На стенах постеры персонажей китайских супергероев и строки из знаменитых поэм. Здесь же гербарии для приятного запаха. Но главный дизайнерский акцент – безусловно, стена, на которой изображены полки с книгами. Есть в салоне место и литературе реальной. Стараниями четырёх ведущих в Гуанчжоу книжных магазинов вагоны этого трамвая превратились в мини-библиотеку. Здесь книги по четырём направлениям – древняя китайская литература, культура и искусство, женские романы и, конечно, аудиозаписи для тех, кто не хочет напрягать глаза в пути. В пути пассажиры могут познакомиться с литературными новинками по различным темам. С помощью таких трамваев мы надеемся постепенно по чуть-чуть прививать людям любовь к чтению. Очень много слышала об этом передвижном книжном магазине, и вот, наконец, удалось увидеть его своими глазами. Влюбилась в этот трамвай с первого взгляда. Но поездка так коротка, что я успела прочитать лишь оглавление. За 20 минут пути едва ли успеешь вникнуть в сюжет, особенно когда за окном такие виды. Но если пассажир заинтригован и хочет продолжить знакомство с найденными книгами, к его услугам список интернет-магазинов. Создатели проекта уверены, библиотека на колесах – лишь первый шаг в деле воспитания нацидумающей и читающей. Виктория Слепцова, CCTV У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова